Меня видно, слышно, коллеги? Прекрасно. Тогда стартуем. Что нам известно? Что нам известно по условию задачи? Нам с вами известно, что у нас есть банды, у которых стоимость 320 миллионов. Платят эти банды проценты ежегодно. И платим мы на основании подставки плюс 60 базисных пунктов. Соответственно, мы сейчас боимся того, что процентные ставки, естественно, возрастут. Что нам предложили? Нам предложили использовать SWOP. И что предложение будет для нас означать? То, что мы с вами поменяемся процентными ставками, плавающую нашу процентную ставку, поменяем на annual equivalent fixed rate в размере вот такого. в обмен на текущую ставку, которая в этом году будет. Соответственно, за эту всю историю банк от нас попросит, естественно, 20 базисных пунктов, что это упражнение не бесплатное. И первый вопрос, естественно, рассчитать, что у нас от этой истории получится. Обращу внимание, при этом можно игнорировать премию, которую будет платить банк. Да и все, да. Нас также спросят, почему fixed annual rate of interest 7, 3,7625 у нас будет меньше, чем 4-летний эффективная ставка. 3,8. Чтобы нам с этим злом сразиться, нам надо вспомнить чуть-чуть теории, что нам вот здесь вот пытается экзаменатор сказать. Обратите внимание, у нас с вами есть current annual spot yield curve и форвардные ставки. Итак, уважаемые знатоки, чем первая строчка отличается от второй? Кто знает, пишем плюс, кто не знает, пишем минус. Смотрите, коллеги, для сомневающихся немножко экскурс в нашу теорию F9. Она у нас в чем заключалась? Давайте, я чуть-чуть перейду, наверное, лишним не будет, и посмотрим practical application, той истории, которую мы сейчас с вами разбираем. То есть, вот эта вот штука, первая, верхняя, это у нас кривая без купонной доходности. Расскажите мне, пожалуйста, что показывает кривая без купонной доходности? Spot ставки, либо эффективной ставки, то есть compounding за период. вот смотрите, кривая без купонной доходности на самом деле публикуется Центробанком России, можете на сайт Центробанка зайти, и вот на текущую дату, 10 апреля 2020 года, вот что думает рынок о том, какие ставки будут у нас по рынку. И, собственно говоря, вот смотрите, вот эти точки, которые я сейчас прохожу, это как раз ваша первая строка. мне интересно только понимать, что они означают, чтобы нам с вами решить задачу. Тишина. Ну, тогда подсказка. Смотрите, если я, к примеру, да, направил на год три, это значит, что эффективная ставка процента, которую вы получите, инвестируя в государственные ценные бумаги, без купона, без риска, будет составлять 6, ой, 6,22%. То есть, на самом деле, она может быть в первый год меньше по факту, да, спотовая ставка, во второй год больше, в третий год еще больше, но аккумулирована за весь период, она составляет 6,22%. Вот это вот утверждение понятно? на самом деле в F9 вы считали такие ставки, когда говорили, вот, совокупная ставка за весь период инвестирования вместе с купоном и вместе с Redemption Value составляет, к примеру, 10%. И не разбирались, какая она, как она колеблется из года в год, если она, конечно же, колебалась. В F9, наверное, колебаний не было, это все игнорировалось, но тем не менее, идея совокупной ставки, эффективной ставки, как мы ее называли, Kill to Maturity, она там была введена. У нас с вами вот ровно та же самая история приведена в странице 1. Надеюсь, всем очевидно. Показывают эффективные ставки за разные периоды. Эффективная ставка за 20 лет 6,98%. Я просто переношу ваши условия задачи в Excel, да? Вот эта первая строчка нам рассказывает, что в первом году эффективная ставка 2,5, во втором году 3,1, в третьем году 3,5, в четвертом году 3,8. Если мы знаем эти ставки, то скажите, пожалуйста, какие ставки спотовые ожидает рынок? Для первого года очевидно, что 2,5 и будут 2,5. А вот для второго года, да, откуда взялась вторая строчка? Как там рассчитать? Если эта ставка эффективная за два года, то мы можем естественно посчитать, сколько денег получим мы по бандам без купонным. Как это сделать? Единица плюс эффективная ставка. Так, коллеги, не слишком мелко, видно, что я рисую. Вот сейчас размер я увеличу. Давайте попробую, да. Вы подсказывайте мне, потому что я момент этот не очень чувствую. Попытаемся просто сделать давайте вот так так вот. Чудненько. Смотрите, за два года вы по своему замечательному банду получите согласно эффективной ставке, я еще раз напоминаю, это средняя ставка, которую за период инвестирования вы будете получать, которую мы наблюдаем в interest rate yield, которую только что видели. Вы получите 106 процентов 30. Понятная идея? Дальше, из этих 106 процентов 30, смотрите, в первом году вы получите 1-2,5 процента. Это значит, во втором году, видимо, фактическая ставка спот будет, ну, или фактическая ожидаемая ставка спот будет 1 плюс, ну, то значение, которое получили, деленное 1 на 2,5 процента. Ну, естественно, забыл, я минус 1 сделал, сейчас я это сделаю. И смотрите, вуаля, вы получаете первое значение, которое вы видите внизу, current annual forward rates for year 2, 3, 4, and follows. То же самое упражнение мы можем сделать, к примеру, для третьего года. Давайте проверим экзаменатора. У нас с вами есть средняя ставка за 3 года, это 3,5 процента. Естественно, доходность, которую вы получите за 3 года совокупная будет вот такая вот 110,87. Но мы знаем, что за предыдущие 2 года мы с вами получали в среднем 3,10. За предыдущие 2 года. Естественно, из этого вычтем единичку, вуаля, 4,3 точно такая же история, как у экзаменатора. Я последнюю доделаю. Получил 4,71, у экзаменатора 4,7. Ну, будем считать, равная величина, я даже подправлю на значение экзаменатора, чтобы у нас потом ответы сошлись. Ну, надеюсь, что я вам доказал и напомнил, как переходить из средних эффективных ставок в разлагать их на конкретные элементы по каждому году. Теперь у меня вопрос. Будем считать, что вот эта колонка номер 1, а вот эта колонка номер 2. Ваша компания, компания Семибиланко, будет платить проценты по какой ставки? По первой или по второй? Голосуем. Естественно, по второй. В идеале, если мы с вами правильно все угадали, правильно все угадали, и макроэкономические предпосылки не изменятся, мы можем ожидать условно Лайбр, либо бескупонную доходность, либо еще какой-то вариант, к которому будет привязка в нашем сценарии, именно на основании вот этой второй колоночки. Что в нашем случае ровно так и будет. Поэтому я ее отсвечу каким-нибудь хорошим цветом. Annual Spot Rain. Окей, разобрались, знаем, как считать, откуда получилось, понимаем. Теперь упражнение номер 2, собственно говоря, за которое нам марки будут давать, это пересчитать платежи, те, которые придут к нам от свапа и те, которые придут, которые мы фактически будем платить. Тоже позволю себе схалтурить. Я считаю, в Excel вы считаете калькулятором. Соответственно, единственное, что мне надо, наверное, округлить эти значения. Округлить. до двух знаков, потому что, несмотря на то, что они несмотря на то, что они нам иллюстрированы ровными значениями, Excel, конечно, в своей памяти держит эти значения гораздо с большей точностью, и если я буду просто в Excel считать, у меня немножечко разойдутся, наверное, с ответами экзаменаторов ответы. Поэтому, ничего страшного, для вас это не принципиально, для меня просто это расчетная предпосылка. Дальше. Что мы с вами знаем? Мы знаем, сколько нам придет денег по свапу. Это абсолютно точно нам известно. Нам по условию задачи говорят, что по свапу мы будем платить процентную ставку, равную 3.76.25 и точка, да? Размер денежных средств, которыми мы будем меняться 320 миллионов в деньгах это 1204. Запишу. вот здесь вот. это 3.76.125. Все видят эту цифру? Вы должны, вы выпустили банды на 320 миллионов, по свапу вы будете их обслуживать по 3.76.1 1.4, то есть 25 процентов, и вот я вставляю эти значения в расчет. 3.76.25 умножить на 320, получаем 1204, и все года вы будете получать, точнее, платить по свапу 1204. Дальше мы то же самое упражнение делаем для фактических выплат. Если бы свапа не было, что произошло бы? Вот ваши ставки спотовые для каждого года, как бы правильно их назвать? Ожидаемые форвардные ставки за год, вот так вот правильно. Если это будет так, то вы будете платить в первом году 8 миллионов долларов, во втором году естественно умножите 320 уже на ставку 3.7, которую мы рассчитали, дальше 4.3 на 320 и так далее. Вот получили фактически ожидаемые с вами платежи. Единственное, что я сделаю, на минус поменяю, потому что по свапу вы будете платить, а здесь вам банк будет платить компенсацию, и теперь у нас с вами возникает дифференц. как разница между этими двумя колонками. Обратите внимание, что в первом году вы будете переплачивать, а в последнем году вы будете получать экономию. И как ни странно это будет, но когда вы просуммируете весь ряд, он будет отличен от нуля. я выделю это. То есть суммарной сумма итогов ряда составит 0,48. Итак, до этого шага понятно, что мы делали? Смотрите, ну, единственный вопрос, который нам предстоит обсудить с вами, это почему мы сейчас вот в этой колонке дифференц получили 0,48. есть идеи? Ну, практически 0, даже если мы считаем округление. Так, я вам на самом деле, пока вы подумали, сделал подсказку. Смотрите, что возникнет. Все мы знаем, что у нас деньги, которые у нас есть сегодня, стоят дороже, чем деньги, которые есть завтра. Смотрите история. То, что мы сейчас, как компания, в первом году переплатим на 3 миллиона, на 4 миллиона, должно быть компенсироваться переплатой в будущем. Но понятно, что совершенно верно, как отметил Сергей, понятно, что эта переплата должна быть чуть-чуть больше, с учетом эффекта дисконтирования. Поэтому, суммарно, когда мы не говорим про дисконтирование, мы просто всю эту кучу аккумулируем, суммируем, и вот получаем на 0,48, якобы, вы получите больше от банка, нежели должны были получить. но, если мы продисконтируем эту сумму, я взял ставку 3,8, обратите внимание, это обычная задача на дисконтирование, и каждую эту сумму продисконтировал. Когда вы просуммируете, с учетом дисконтирования, у меня есть погрешность, но будем считать, что погрешности нету, это исправить очень просто, будем вот так вот делаем, и будет нолик. Поэтому, конечно же, вы должны получить больше, с учетом будущей стоимости денег. Отсюда, в комментариях, когда вы будете писать комментарии, вы должны написать две вещи. Прямой вопрос, почему предложенная вам ставка 3,76, 25 меньше, чем 4-летняя ставка 3,8? Ответ на прямой вопрос должен звучать следующим образом. Во-первых, вот эти вот диспропорции выплат, должны быть дисконтированы, так как у нас минусы возникают раньше, чем плюсы. И во-вторых, я обращу внимание, если мы говорим про концепцию вообще общую, то 3,8 ставка, которую мы с вами применяли, это ставка без купонная. Это принципиально важно. доходность, которую вы будете получать, вы будете получать в конце года, по-другому, по-другому, если это напомнить, как выглядело, то условно вы покупаете какой-то инструмент с дисконтом, и потом вам его тело возвращают через 4 года. его эффективная доходность у вас будет 3,8, а здесь у нас безкупонная доходность, когда мы говорим про наши банды, коллеги. Тишина. У нас-то банды сейчас выплачивают купон. Да. Вот это ключевой момент. Чуть-чуть поближе к этой теме подберемся, когда будем с вами разбирать тему или вспоминать тему стоимость капитала. Там, кстати, у нас будут очень интересные моменты, связанные именно с этим, как то дюрация. Но здесь, в принципе, достаточно того, что я сказал, чтобы собрать марки. Второй вопрос, который нам задают, это мы должны с вами проиллюстрировать то, что процентная ставка не изменится для компании при любом сценарии. То есть это будет пусть пункт A, вот это будет пусть пункт B, увеличим шрифт, и первое, что я вам предложил бы посчитать, какая будет ставка по свапу. Даже считать не надо. Записать. свап receivable. Да что такое? Условия задачи ставка у нас будет 3 76 25 процента. Дальше. свап фи. Мы должны еще заплатить банку будем 0,2 по условию задачи тому же самому. И у нас есть еще дефолт спред. Тоже по условию задачи нам дан составляет 0,6 процента. Соответственно эффектив кредит рейд составит у нас сумму всего вышесказанного. то есть у меня получилось 4,56 наверное здесь чуть-чуть округление будет. Сейчас мы его уберем. Вот такая вот величина. Теперь нам надо с вами убедить экзаменатора в том что эта величина не будет меняться вне зависимости от того какие будут процентные ставки. Ну как это убедить? Мы можем с вами взять разные сценарии. К примеру по условию задачи давайте посмотрим текущие ставки какие к примеру у нас с вами доходность сейчас 3,8 мы можем взять к примеру купон который будет 2 ну доходность который будет 2 и можем взять доходность которая будет 5 к примеру и проиллюстрировать как это работает на примере. Итак напишу current здесь у нас было 3,8 процента если вдруг проценты ставки поменяются и к примеру будут равны 2 процентам либо 5 процентам что у нас произойдет вы все равно по свапу поменяете их на нашу фиксированную ставку она у нас составляла 3,8 какой бы расклад не был и дальше все те же самые истории связанные с кредит дефолт спредом и свап фи для вас повторятся в любом случае какой бы расклад не был по свапу вы всегда будете получать 4,56 25 если бы экзаменатор попросил вас посчитать в деньгах эту историю то обмен именно по свапу выглядел бы следующим образом к примеру процентной ставки были бы 2% в долларах да там в USD если они были бы 2% то вы бы начисляли 6,4 миллиона и так дальше и меняли бы на свап который соответственно был бы 12,04 в любом случае да в том случае когда ставки были бы для вас выгодные вы бы конечно несли убыток определенный когда они для вас были бы невыгодные вы бы получали бенефит но надо понимать что мы говорим про риски нам надо вообще было бы убрать с вами любую возможность колебаний процентных ставок несмотря на то что вот здесь вы отчасти доходной части отказывались здесь вы определенную доходную часть приобретали зафиксировав себя в этом горизонте не в горизонте даже а фиксированные в личине платежа 12,04 llegar и gehe home и доходной